Макароны, каша, гречневая и перловая крупа. Студенты Саровского политехнического техникума имени Музрукова уже собрали несколько коробок новогодних подарков. Благотворительную акцию в преддверии праздников Музейное объединение Саровского политеха проводит не первый год и по традиции приглашает присоединиться всех неравнодушных горожан. Нам необходимы для комплектования пакетов, в первую очередь, сладости. Это шоколадки, конфеты, пряники, пастила, печенье, чай. Ну и если говорить о помощи Совета ветеранов, то здесь уже предмет первой необходимости – это крупы, консервы, хостовары. Это можно принести к нам в учебное учреждение, значит, предварительно созвонившись либо с администрацией, либо с приемной, либо со мной. Сбор продлится до 10 декабря. Пара дней уйдет на комплектование, а затем подарки отправят в Темниковский детский дом и дом-интернат престарелых в Осиновке. К сожалению, настоящую праздника в этом году устроить не получится. Пандемия внесла свои коррективы, и концертную программу, которую готовили студенты, пришлось отменить. Но ребята из СПТ уверены – любая помощь никогда не бывает лишней. Старшему поколению нужно помогать, потому что не все даже близкие, родные, из-за каких-то болезней старших людей не могут помочь, вот эти гуманитарные помощи. И мы для этого собираем, чтобы им помочь. Я считаю, что все-таки это больше как доброе дело. Добрые дела нужно делать. Я сам недавно попал в очень тяжелую ситуацию и понимаю, как этим людям нужна наша помощь. Благотворительность – это хоть и важное, но далеко не единственное направление работы Музейного объединения Саровского политеха. Под руководством преподавателя Михаила Савина ребята создали в стенах СПТ целую выставку. Там представлены в том числе личные вещи героев-интернационалистов из нашего города, которые героически погибли на полях сражений. Четверо из них были упасниками политеха. А еще в музее – стенды с экспонатами времен Великой Отечественной войны. В том году студенты ездили в Новгородскую область, вот Демьянский район, 8 человек, участвовали в раскопках вахты памяти. Но это не только раскопки, мы помогаем людям найти информацию о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. В ближайших планах Музейного объединения в торжественной обстановке вручить саровчанам узникам фашистских концлагерей памятные медали к 75-летию Великой Победы и представить книгу с рассказом о каждом из этих героев. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.